Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении. С вами Екатерина Бондарева. Партнер нашего выпуска – супермаркет новостроек группы компаний «Обмен.ру». Только проверенные жилые комплексы города. Подробности по завершению выпуска, в котором вы увидите. Главные цифры на главной площади. Ивантеевка приукрасилась. Кто скрывается под маской Деда Мороза? Депутаты и предприниматели устроили новогоднее чудо Центру Шанс. Ивантеевские педагоги заглядывают в будущее. Определены победители городского профессионального конкурса. Об этом и многом другом прямо сейчас. Как в столице, на этой неделе на Первомайской площади появилась новая, непривычная, пока непривычная для Ивантеевки украшение. Число 2017 порадует нас с вами накануне новогодних праздников. Двойка, большой ноль, единица и семерка. Ворота в будущий год сделали по заказу администрации специалиста элеватор Мельмаша. А гирляндами и установкой занимаются сотрудники МБУ городское хозяйство. Так, всем ребятам с элеватором Мельмаша огромное спасибо. Особенно тем, кто собирал эти фигуры, варил и красил. Сереге и Саньке, Малерам, особое спасибо за то, что помогали нам там цеху. За три дня 200 метров гирлянд укрепили по обеим сторонам конструкции. Особая сложность была с доставкой. Цифры негабаритные. Зато уже с четверга Ивантеевцы с удовольствием и радостью фотографируются и создают себе и другим новогоднее настроение. Поучаствовать самим и показать пример другим. Десант Совета депутатов и Союза предпринимателей города Ивантеевки на этой неделе отправился покупать детские игрушки. А кто-то даже перевоплотился в настоящего Деда Мороза. В этом году акция «Подарок ребенку» проходит в Ивантеевке в юбилейный 15-й раз. Наш город был одним из первых в Подмосковье, в котором елки в магазинах украшали не только игрушками, но и карточками с именами детей, нуждающихся в чуде от взрослых. «Выбери снежинку и подари ребенку чудо». Ивантеевская акция «Подарок ребенку» набирает обороты. В семи магазинах города установлены необычные елки с именами мальчишек и девчонок, которые могут в новогоднюю ночь остаться без подарка, а значит перестанут верить в чудо. Мы действительно сегодня поддержали эту акцию, потому что хотим, чтобы сказка для детей никогда не кончалась, а она была в действительности, и чтобы дети были счастливы, рады и довольны, что для них пришел настоящий Новый год. Мы сегодня хотим показать всем жителям города, что несмотря на то, что у нас произошли определенные перемены, традиции Ивантеевки сохраняются, они никуда не делись, а традиции благотворительности были в наших сердцах всегда, и сегодня эту акцию поддержали, как и каждый год, все депутаты городского совета и совет предпринимателей. И поэтому мы сегодня здесь так массово. Вот такие необычные елки впервые появились в городе в 2001 году. Инициатор акции ныне заместитель председателя Совета депутатов Елена Суханова. На самых первых елочках были фотографии детей, подарки всегда были адресными. В этом году акция юбилейная, ей 15 лет, а идея распространилась по городам и весям Подмосковья, другим названием, носит статус областной. Здесь байк, но ребенок при его фантазии, он может собрать что-нибудь другое. Все, добрали. Руку протянул и снял снежинку. И мне, у меня получилось Александр 13 лет. У меня жена Александра и дочка Александра. Поэтому я просто в восторге, честно. Я вот этой девочке желаю всего самого лучшего, счастья, здоровья, хорошую партию. Ну и вообще, чтобы все непрекрасно было. У меня мальчик Тимофей, ему 7 лет. И я думаю, что вот такая игра активная, в движении, тем более она музыкальная. Я думаю, что она понравится. Он может с друзьями, с подружками. Новогодний день, вечер, вполне справится с этой игрой. Подарки сразу везут в Центр Шанс, в котором воспитываются ивантеевские дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. А ивантеевские предприниматели перевоплощаются в настоящих Дедов Морозов. Стучит где-то. Дед Мороз! Дед Мороз! Да, это очень важно, когда у детей есть взрослые, которые их любят, понимают, навещают, конечно, дарят подарки. Новый год – это большой праздник, это волшебство, сказка. И замечательно, что есть люди, которые помнят о тех детях, которые более нуждаются в ласке, заботе и внимании. Всего в акции «Подарок ребенку» участвует около 200 ивантеевских детей. Это ребята из Центров Шанс и Теремок, малоимущих и многодетных семей, дети-инвалиды. Поздравляем всех с наступающим Новым годом и наступающим Рождеством. Желаем благополучия, счастья, любви и чтобы все их заветные мечты в Новом году осуществились. Я также обращаюсь к жителям города, принять участие в этой акции, продолжить ее, чтобы сказка, чтобы Новый год пришел каждому маленькому ивантеевцу. Необычные елки с фотографиями установлены в магазинах. Метатор на Советском проспекте и на Детской, в Вести на Сморяково, Калинки на Дзержинского. Участвуют магазины «Воре» на Хлебозаводской и Татьяна на Толмачева. Еще более 150 ивантеевских детей ждут новогоднего чуда от горожан. Подарки, как и положено, до 31 декабря доставит Дед Мороз. К новогодней теме мы еще вернемся в нашей программе. На финальном в этом году заседании городского совета депутаты утвердили бюджет и приняли ряд других решений. Выходим на позиции 2014-2015, сказал, комментируя бюджет, председатель Совета депутатов Сергей Гриднев. На будущий год утверждается бюджет 1 миллиард 800 миллионов, а в трудном 2016-м он был на 200 миллионов меньше. Сегодня депутаты вносят ряд изменений в городские нормативные документы, связанные в основном со структурными изменениями в администрации. Большинством голосов передают земельный участок под зданием суда в федеральную собственность. Девятью голосами против семи согласовывают передачу в срочное безвозмездное пользование в неведомственной охране муниципальное помещение. Также утвердили финансовый отчет о выборах в сентябре, согласовали ряд других документов. И освободили со словами благодарности за добросовестный труд от депутатских полномочий Алексея Савченко, который переходит на муниципальную службу заместителем главы администрации и будет решать в нашем городе вопросы социального блока. Зимняя уборка дорог вызывает нарекания жителей. Расчисткой территории занимаются несколько коммунальных служб и управляющие компании. Госадомтехнадзор проверил работу первого РЭПа. Это Кузнечик. Скачет по дворам, за которые отвечает первый РЭП. Единственный небольшой маневренный трактор управляющей компанией чистит межквартальные проезды каждый день, заверяет ВУКА. Снегопады первому РЭПу приходится арендовать 2-3 других трактора. Ситуация с уборкой снега всегда усугубляется количеством. Техники мало, машин на стоянках во дворах наоборот. В нормальные дни работает один трактор. Но постоянно с 8 и до 8 вечера. Ну, 12 часов получается. Снегопады в 5 часов выезжают. Ну, стараемся прочищать дороги, где есть возможность проехать. Но сами видите, что обстановка не везде позволяет чистить. Водители у нас все грамотные, все все знают. Но, тем не менее, нарушать не рушают. Оставляют на тротуарах. Проблемы с машинами, а именно с нехваткой парковок и прогулочных зон, ощущают прежде всего жители во многих районах города. Например, на Советском проспекте. Порой к дому подъезжает машина, в которой здесь люди живут. А поставить негде. Приезжают в Гагарин, в Макдональдс, ставят здесь машины. Все. Вот там, вот где деревья. Там погреба. Пользуются 2-3 человека этими погребами. Вот сделать там стоянку. Огородить ее. И чтобы пользовались вот эти жители. Ставят с других домов. Машина отвратительная. Еще, знаете, когда возле второго магазина ставится ярмарка, они ставят прямо на тротуарах. Я несколько раз делала замечания, так как я хожу с колясками, мне очень сложно пройти. Если бы я одна была, прошла, да и все. А так встанут, я прошу, что вы не могли бы убрать машину. Мне некуда больше ставить машину. Некуда и некуда. Решать проблему с уборкой дворов управляющие компании пытаются совместно с жителями. Вернее, призывая их к порядку и пониманию. Вывешивают объявления на стендах с просьбой на время переставить машину в другое место. Откликаются не все. На стендах висит график, что уборка производится в течение дня. Потом, значит, когда чистим стоянки, вывешиваем объявления, чтобы убирали машины, там, допустим, с 9 утра до 12, чтобы не было машин на стоянке. Тогда можно механизировано почистить. Водители кто-то спит, кто-то поставил машину, уехал. Есть очень много заснеженных машин. Как вот, допустим, здесь вот машина стоит уже не один день. И также на стоянках около домов везде есть одна-две машины, которые не едут. На помощь первый РЭП вынужден был призвать государственный административно-технический надзор. Ведомство регулярно совершает рейды и выявляет несознательных владельцев автотранспорта. Информация развешивается на информационных стендах. Информация зачастую даже вывешивается непосредственно на сами автомобили. И если в это время машина не убрана, то это и является административным правонарушением. Создание помех при уборке территории предусмотрена административно-ответственность кодексом Московской области об административных правонарушениях. Штраф за который предусмотрен от 3 до 5 тысяч рублей. Но есть и положительные примеры. Договоренность между жителями и четвертым РЭПом сыграла свою роль. Так, парковка у дома 7 по улице Заводской, за которую отвечает, именно эта управляющая организация сейчас почищена. В ГАТН призывают горожан следовать этому примеру и всегда реагировать на объявления УК о необходимости припарковать свой автомобиль в другом месте. Ведь это в интересах самих жителей. Ивантеевские полицейские задержали распространителя наркотиков. 20 декабря 2016 года около 18 часов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 10 по Советскому проспекту сотрудниками уголовного розыска города Ивантеевки за сбыт наркотического средства амфетамин был задержан житель города Ивантеевки. Неоднократно судимый житель нашего города взят с поличным в момент проведения проверочной закупки. Сам употребляет наркотики и занимается их распространением. За сбыт наркотических средств амфетамина ему грозит срок от 8 до 15 лет. За новогодним настроением в Ивантеевский лесопитомник. Продажа новогодних елей идет полным ходом и продолжится вплоть до 31 декабря. Какие хвойные деревья предлагают специалисты и как за ними ухаживать, разбиралась наша съемочная группа. Красивая, но большая. Сейчас найдем. Подходящая елочка на любой вкус. Сотрудники лесопитомника знают, как угодить даже самым привередливым и избирательным покупателям. Андрей живет в Пушкино, но за символом новогоднего праздника уже несколько лет подряд приезжает в Ивантеевку. К выбору елки подходит ответственно. Меня, конечно, интересует, а вот какие варианты елок, чтобы постояла получше? Не будет ли она сыпаться сильно? Ну, разумеется, пока у вас есть возможность выбирать, у нас есть сорт голубых елей, которые мы спиливаем и привозим сюда. У вас свой питомник, да? Также с наших полей, естественно, это вся наша плантация. Отличный выбор, никакого ажиотажа, никакого, как это, знаете, в простонародье говорят, впихивания, да? И здесь очень разумные цены, действительно. Вот, ребенок маленький, поэтому выбрал небольшую елочку голубую. Здесь абсолютно цена-качество соответствует. Ну, видите, персонал здесь очень доброжелательный, всегда встречается улыбками, новогоднее настроение. Ивантеевский лесопитомник предлагает покупателям на выбор ель колючую, в народе голубую, и ель обыкновенную, европейскую. Для ценителей есть и пихта. В зависимости от размера дерева цены варьируются от 450 рублей до полутора тысяч. У нас правильное хранение, ни в коем случае нельзя менять температурный режим. То есть, вот с улицы заносить ее в тепло, и с тепла опять на улицу. Таким образом, она, конечно, начнет осыпаться очень быстро. У нас елочки хранятся только под открытым небом. Идет снег, значит, они накрываются снегом. Мороз – ничего, значит, мороз их, естественно, охватит иголочки. Но, тем не менее, вот таким вот образом, это самый, скажем так, надежный способ хранения. Никакие подвалы, никакие там, даже если это будет просто размещено под какой-то крышей, этого делать не нужно. Чтобы срезанная ель хранилась дольше, нужно сначала хорошенько напитать влагой свежий срез, а потом поместить ее в подставку с водой и следить, чтобы количество воды не уменьшалось, а в комнате не было слишком тепло. И в то время, как иметь живую ель дома хотят многие, платить за нее некоторые не готовы. И прибегают к преступным методам приобретения зеленых красавиц. Воруют прямо с полей. У нас ежедневные объезды есть, но как бы более-менее в разное время, чтобы народ не привык, да. Но все равно без воровства не обходятся. И, к сожалению, жители Ивантеевки, помимо того, что как бы, ну, немножко воруют, скажем так, да, и на полях ведут себя не очень, скажем так, корректно. И мусор вываливают, вот, и костры жгут шашлыками. То есть это, конечно, все не очень благоприятно сказывается на производственном процессе. Чтобы вырастить новогоднюю елочку на продажу, потребовалось от 10 до 15 лет. В посадке у нашего питомника находятся еще около 8 тысяч разновозрастных хвойных деревьев. Их продолжают высаживать, чтобы у ивантеевцев и жителей соседних городов была возможность порадовать себя и свою семью к Новому году. Вообще люблю запах елки. И мне кажется, ничего с ним не сравнится. Потому что, когда входишь в дом, сразу чувствуешь, что наступает Новый год. Жалко, конечно, вот эти ели, но их же специально выращивают. Это же не те ели, которые растут в лесу. Ну, так мне кажется. Поэтому лучше всего приезжать, конечно, и покупать питомники, где их выращивают специально. А некоторые ели мы берем потом и высаживаем дома. Некоторые приживаются. После того, как покупатели выберут себе елку, деревья упаковываются прямо на месте. Работает отдел продаж в будни до пяти вечера, а в выходные до четырех. В среднем за новогодний сезон лесопитомник продает около тысячи елей. Творчество наших зрителей. Продолжается прием новогодних видеопоздравлений на наш конкурс. Первые участники уже прислали свои работы. Снимайте, творите. Город ждет ваши поздравления и добрые пожелания. Зарядись новогодним настроением на канале Ивантеевка 24. Подари праздник себе и близким. Придумай и сними видеоролик поздравления. Принеси его к нам в студию и выиграй призы. Это может быть мини-сценка или спектакль, задорная песня или маскарад. Возраст участников не ограничен. Творческий подход приветствуется. Здравствуй, Ивантеев. Мир тихий подмосковный удалок. Школа вторая, самая крутая. Счастья желаем, всех мы поздравляем. Я хочу быть чемпионом всех с Новым годом. С Новым годом! С новым счастьем! В этом году спонсорами конкурса новогодних видеороликов выступают Пушкинский гипермаркет «Глобус», Ивантеевские кабельные сети, Медицинский центр «Мой доктор», Магазин «Детский мир». Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами. Работы принимаются по адресу. Центральный проезд, дом 1. Редакция канала «Ивантеевка-24». 5, 3, 6, 49, 59. С Новым побед, Маттеевка! Тепла и света в ваших домах и в ваших сердцах! С Новым годом, Маттеевка! Наша программа продолжает сюжет на правах рекламы. Партнер нашего выпуска – компания «Обмен.ру». Один из лидеров на рынке недвижимости «Ивантеевки». Напоминает, все покупатели, которые приобретут квартиру в этом году с помощью «Обмен.ру», автоматически становятся участниками розыгрыша телефона iPhone 7+. А также для желающих улучшить свои жилищные условия, компания открыла супермаркет «Новостроек», в который заглянула наша съемочная группа. Подробности в сюжете на правах рекламы. Супермаркет «Новостроек» – именно так называют свою компанию сотрудники «Обмен.ру». Еще бы, выбор недвижимости просто огромен, в том числе и все новостройки «Ивантеевки» с ценами от застройщика и даже ниже. Секрет в эксклюзивном объеме квартир, предоставляемых только компанией «Обмен.ру». В преддверии новогодних праздников хит-продаж «Квартира-студия» больше 30 квадратных метров за 1 миллион 939 тысяч рублей и плюс скидки до 10% на жилье в «Ивантеевке». И это не все акции. Также в этой акции очень удобно использовать схему взаимозачета. Если у вас есть старая квартира, которая у вас стоит просто, или вы ее сдаете в аренду, можно ее сейчас взять в продажу, чтобы купить новую квартиру с большой скидкой, и в дальнейшем это будет очень прибыльно по финансовой составляющей. «Обмен.ру» сотрудничает только с проверенными застройщиками. Иными словами, эти строители уже успели зарекомендовать себя в городе. Вот, к примеру, известный квартал «Оранж-Вуд», что находится в одном из самых тихих районов города, рядом с питомником. Еще один интересный проект называется «Надежда» и находится на студенческом проезде. Это одноподъездный дом, а значит, дружные соседи и отсутствие проблем с парковкой. Строительство жилого дома «Первомайский» уже идет стахановскими темпами. Объект расположен также около исторического центра города. А на улице Школьной, известной своим благоустройством, расположился и активно строится. Жилищный комплекс «Квартал-14». Благодаря специалистам из «Обмен.ру» квартиру можно легко приобрести в ипотеку. Обязательно поможем вам одобрить кредит. Даже в 9 из 10 случаев мы одобряем, если вам отказано в любом банке, мы, поэтому в 9 из 10 случаев мы одобряем ипотечный кредит для наших заемщиков. Также компания «Обмен.ру» проводит сделки купли-продажи. Все виды – обмена квартир и решает сложные разъезды. В среднем квартиры продаются за 2-3 недели. Ведется оценка недвижимости. ВИП-обслуживание применяется к каждому клиенту. Статистика говорит сама за себя. С участием группы компаний «Обмен.ру» были реализованы 16 домов в Вовантеевке, а это значит достроены и введены в эксплуатацию. Так что решение жилищных вопросов этим профессионалам доверить можно. На этой неделе Вовантеевка честовал лауреатов городского конкурса «Педагог года». Торжество состоялось во Дворце культуры «Юбилейный». Самый масштабный из профессиональных конкурсов «Педагог года» финиширует яркое творчество, как и всегда. Недавно в интернете я прочитала такую замечательную вещь. Самая хорошая работа у педагогов. И они об этом каждый день на доске пишут. Классная работа. Сегодня станут известны победители в 8 номинациях конкурса. Но аплодисменты и дипломы лауреатов получает каждый участник. Все они в течение месяца делились опытом, внимали коллегам, проводили занятия. Дружба всегда поможет, дружба всегда права. Пусть есть любовь и все же дружба, всему голова. Победителям городского конкурса предстоит участвовать на областном, а если повезет и на федеральном уровне, конкурсе «Педагог года», которые будут проводиться уже в будущем году. Именно поэтому мы сегодня честуем лауреатов городского конкурса 2017. Глава города Елена Ковалева ставит задачу по силам. Второе мое пожелание и просьба нашим уважаемым конкурсантам, нашей педагогической команде. Конечно же, мы сейчас еще примерно минуты три не будем с вами знать, кто победитель. Но я очень прошу вас, приложите все силы, чтобы вы победили на областном и федеральном конкурсе. И, конечно, Ольгу Алексеевну я нашу настраиваю на то, чтобы обязательно Ивантеевка звучала. На то, чтобы все силы, извините, все ресурсы и материальные, и интеллектуальные, и духовные, и энергетические, и творческие, и любые другие мы с вами приложили. И обязательно, обязательно в конкурсе «Педагог года» 2017 наш город звучал. Елена Ковалева ориентирует наше педагогическое сообщество не останавливаться на достигнутом и добиваться, чтобы город был в числе лучших на областном уровне и в рейтинге губернатора. Сегодня уже звучало, что наш конкурс идет в 18-й раз. Вот за эти годы, думаю, о сегодняшнем дне, я посчитала количество педагогов, принявших участие в конкурсе. 37% всех педагогов города прошли через школу конкурса «Педагог года». Это необыкновенное детство. Я всех вас поздравляю. Инна Саенко и Марина Елитий стали лучшими дебютантами конкурса этого года. Лариса Якушкина – лучший специалист дошкольного образовательного учреждения. Алина Шамина – лучший педагог-психолог. Елена Борщевская – самый классный-классный. А Марина Гончарова из детского сада «Планета детства» – воспитатель года. Конечно, радость – это естественное чувство, но я понимаю, что на мои плечи и легла большая ответственность, потому что мне предстоит выступать потом на областном конкурсе, и я буду представлять Ивантеевку, и, конечно, к этому нужно готовиться. Поэтому меня ждет впереди работы. Мария Романова, учитель начальных классов пятой школы, только в прошлом году участвовала в городском конкурсе «Педагог года» в качестве дебютантки. В этом году она, как говорят, выстрелила в основной номинации «Педагог года». Самая серьезная борьба – это борьба с собой. И я это делала ради своих детей, ради педагогического коллектива, который в нашей школе работает. И просто доказать самой себе, что я это могу. И сегодня это произошло. Я сама себе это доказала. Сегодня Мария Романова делится с нами своим педагогическим секретом. Умение договариваться с детьми. Именно вставать с ними на одну ступеньку и слышать их. Не просто слушать, а именно слышать. Не просить, чтобы они только слушали меня, а именно стараться найти с ними компромисс. В этом заключается особенность. Наибольшее количество баллов – 341 за все шесть конкурсных испытаний. Набрал победитель в номинации «Сердце отдаю детям». Педагог дополнительного образования клуба «Юных моряков» Илья Киселев. Я уже лет 10 проводил эту церемонию, стоял за этой тумбой, поэтому не понаслышке знаю, что в нашем городе этот конкурс всегда ценился администрацией города и главой города. И всегда на эту сцену поднималась Елена Васильевна Суханова, Сергей Геннадьевич Гиднер. И очень приятно, что сейчас на этой сцене стоит Елена Владимировна Ковалева, недавно вступившая в должность главы города, что она в своем плотном графике нашла время, чтобы открыть и поддержать нас. Спасибо вам, Елена Владимировна. В этом зале собрались мы не зря Креативных предоборов в земля Не живется нам спокойно никак Пойти бурю, а любовь стиль нам враг Вот прелом у века наживем Сладкий крест по жизни гордо несет И одно мы можем точно сказать Что другой слюб мы не будем искать Воспитатель и учитель, и художник, и спортсмен Властный и руководитель в дворе На канале Ивантеевка 24 В скором времени мы покажем прямую версию шоу «Педагог года» Следите за нашими анонсами Смотрите ИТВ Партнер нашего выпуска Супермаркет новостроек группы компаний Обмен.ру Только проверенные жилые комплексы города Работает ипотечный центр Получаем одобрение в 9 из 10 сложных случаев Взаимозачет старой квартиры на лучших условиях Все покупатели, которые приобретут квартиру в этом году С помощью обмен.ру Автоматически становятся участниками розыгрыша телефона iPhone 7 Plus Адрес – город Ивантеевка Студенческий проезд, дом 2 На этом у меня все новости на сегодня С вами была Екатерина Бондарева Всего вам доброго, до свидания